Большое спасибо организаторам за приглашение. Залом у меня Владимир Владимирович Андрианов, директор департамента клинических исследований Сеченовского университета. С недавних пор в очередной раз принимаю участие в «Белых ночах», и вот в этот раз получилось, что я заканчиваю этот день, посвященный клиническим исследованиям. Надеюсь, у коллег остались силы слушать материал. Я бы хотел сначала сказать, предвесхищая мой доклад, сказать следующее, что программа поддержки, привлечения, обучения и поддержки молодых ученых, которая реализуется в университете, она направлена не столько, наверное, на клинические исследования, сколько на формирование у обучающихся именно системного взгляда. И это, наверное, будет в правильном году. И клинические исследования в данном случае рассматриваются как практическое применение данной ситуации. Следующий слайд, будьте добры. Да, вот существующие программы, которые есть в университете, это Центр научной карьеры, Сеченов и Ансантист, программы подготовки профильных кадров и различные практики и стажировки. Вот я хотел бы осветить по очереди все существующие программы. Будете добры, следующий слайд. Центр научной карьеры. Такая интересная организация, она межфакультетская. Ну, сейчас у нас факультет называется институтами в рамках университета, так что межинститутская, то есть туда, как и будущие врачи могут поступить, поступить, так и будущие фармацевты, фармакологи, такая межфакультетская история. Основные задачи, которые стоят перед Центром, это, естественно, профильное обучение студентов-ординаторов, это приобретение ими навыков, формирование компетенций и ознакомление с принципами работы мирового научного сообщества. Надо сказать еще и отметить отдельно, что Центр научной карьеры вырос из студенческих научных обществ, которые существовали в университете, так что это такое движение снизу. Будьте добры, следующий слайд. Естественно, в Центре есть определенная преемственность, когда студент, попадающий в Центр научной карьеры, как правило, после второго курса, выдерживая ряд экзаменов и определенные фильтры, которые стоят на входе, о чем я скажу чуть позже, он попадает к наставникам, тьютерам, которые помогают ему и адаптироваться, и выбрать то, что ему, может быть, было бы в большей степени интересно, потому что студентам на входе не всегда знают, чем же хотят они заниматься. Вот какой наукой конкретно. Естественно, потом обучающиеся сами становятся тьютерами, потом уходят в ординаторы-аспиранты. То есть такая вот стараемся выдерживать преемственность. Следующий слайд, будьте добры. Критерий отбора. То есть помимо того, что у желающего поступить есть это самое желание, естественно, он должен пройти некоторый фильтр, написать эссе на биомедицинскую тему, обязательно сдать английский язык. То есть сейчас, возможно, уже будет и IELTS, то есть никакой самодеятельности, только международные стандарты. И пройти независимое устное собеседование с профессорским преподавательским составом различных кафедр, которые принимают участие в Центре научной карьеры. Следующий, будьте добры, слайд. Деятельность бьется на несколько блоков, как образовательный, просветительский, медиаблок. Хотел бы отдельно выделить блок балльной рейтинговой системы, когда помимо определенных баллов, которые, естественно, при обучении ставятся, еще отслеживается участие в других видах деятельности, это написание статей. Обзоров. Ну, понятное дело, что обзорные статьи сначала, потом где-то ребята уже старшим курсом делают науку, в том числе сами под чутким руководством старших наставников. Вот, и университет нацелен, как я уже говорил, именно на формирование в голове у студентов, которые было бы это интересно, именно работу в научном направлении, в направлении науки. Хотел бы отметить здесь такую тему, наверное, что департамент, который я возглавляю, возглавляю, достаточно активно начал взаимодействовать с Центром научной карьеры, видимо, будем даже расширять это наше взаимодействие, и привлекаем обучающихся к деятельности департамента для различного рода, ну, наверное, на сейчас аналитической работы, потому что, в общем, как показывает практика, спонсоры исследований, нахианических исследований требуют от Центра, ожидают, по крайней мере, от Центра достаточно серьёзных аналитических подходов в собственной работе, вот, и для этого нужны нам, конечно, молодые руки и свежие головы, вот. И вот насколько я общался со студентами, они горят желанием, они, некоторые из них даже чертали регуляторные документы и надлежащую клиническую практику, вот, так что работаем, привлекаем, завлекаем. Следующий слайд, будьте добры. Программа «Сеченов и ансайенсист». Это, наверное, можно рассматривать как некий прикладной, прикладную реализацию для обучающихся в Центре научной карьеры, ну, не обязательно, кстати, там, а, в принципе, вот, это некий внутри университета Headhunter Resource, вот. Он должен был запуститься в марте месяца этого года, но наш любимый ковид спутал карты, видимо, будем запускаться в, ну, либо летом, либо уже в начале осени. Идея следующая, что есть ординаторы, которым интересны определенные научные программы. Не всегда получается у них даже в рамках университета найти, кто бы эти программы вёл непосредственно. И «Сеченов и ансайенсист» должна, по идее, представлять вся площадку, где, с одной стороны, будут представлены и научные коллективы, которые работают по определенным тематикам, и ординаты транспиранты, которые хотели бы в них принять участие в этой работе. Следующий слайд, будьте добрым. Естественно, тоже существуют критерии отбора, но сейчас это должны быть именно обучающиеся в университете. Естественно, это подтвержденный английский язык и проходение освоения курсов наукометрии и «Ресеш академии» от «Эль Севера». Вот мы выбрали для себя три. Да-да, вот оставляйте этот слайд. Это оргчат этой самой программы «Сеченов и ансайенсист», как это должно, как это выглядит и как это работает. Следующий слайд, будьте добрым. Значит, естественно, участники этой программы будут иметь определенное преимущество. Это дополнительные баллы при поступлении в ординатуру, в аспирантуру, начисление, возможность участвовать в различных, в различного рода конференциях, стажировках и тому подобные вещи. Следующий слайд, будьте добрым. Если мы говорим уже про профильные кадры, естественно, в университете есть программы по обучению уже действующих специалистов, как по клиническим исследованиям, по фармаконадзору, по маркет-аксесс. И особо хотел бы обратить ваше внимание именно в разрезе клинических исследований на правую часть слайда. Небольшой анонс, но не спойлер. Университет совместно с рядом компанией из индустрии разрабатывает специализированную онлайн-программу для подготовки специалистов по клиническим исследованиям. Надо сказать, что программа находится в разработке, вся эта организационная часть тоже находится в разработке. Следите за нашими новостями и новостями наших партнеров, особенно Максима Панимовича. Следующий слайд, будьте добрым. Студенты, ну нет, уже не студенты, уже ординаторы-аспиранты, которые заинтересованы в дальнейшей научной работе, привлекаются, имеют возможность проходить практики стажировки как в российских структурах, в данном случае речь идет о ФГБУНЦСМП, так и в иностранных вузах. У университета достаточно обширные партнерские взаимодействия с различными как европейскими, так и азиатскими вузами, в том числе американскими. Поэтому возможность именно пройти стажировку, она, ну не знаю, как на самом деле в постковидном мире она будет, но до всей этой ковидной истории была сильным мотиватором для участия в этих программах. Следующий слайд, будьте добрым. Под конец я хотел бы озвучить, что также в университете есть определенные партнерские взаимоотношения с фармацевтическими компаниями, и существуют партнерские программы обучения, стажировок и тому подобных вещей в фармацевтических компаниях. На самом деле мы постоянно стараемся расширить список компаний, то есть в данном случае вот отражено пять компаний, но университет очень заинтересован в увеличении количества этих компаний, чтобы нашим координаторам, аспирантам была возможность посмотреть, как это работает на практике, потому что до сих пор, к сожалению, мы видим, что наблюдается некий разрыв между тем, что преподается в высшей школе и тем, с чем человек сталкивается при выходе на практическую деятельность. Следующий слайд. Спасибо. Спасибо, коллеги.